МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, вся моя общественная деятельность меня настолько занимает, настолько вдохновляет, и, надо сказать, она, несмотря на огромную загруженность на сцене, я могу сказать, что она меня только... Это дополняет друг другу, друг друга. Общественный совет, безусловно, это один из самых важных инструментов в культуре сейчас, на мой взгляд, потому что в этом совете собрались выдающиеся представители, каждый в своем цехе. Это не чиновники, это действительно творческие, потрясающие люди. У этого совета есть уникальная возможность говорить о проблемах, которые существуют в культуре. Я очень рад, что в новый совет достаточно человек из провинции вошло. Вы понимаете, это очень важно. Все не происходит в Москве и Петербурге, потому что в регионах происходит столько замечательных и полезных вещей, и совет, безусловно, является советующим органом, в первую очередь для Министерства культуры. Но также очень важно, что среди членов Совета общественного при Министерстве культуры, они же являются многие членами Совета по культуре при президенте, поэтому у нас есть такая двойная возможность заявить о проблемах. Вы знаете, за эти полтора года, что я возглавлял Совет, действительно очень много полезного и, самое главное, конкретика, и вопрос решается. Вот это, на мой взгляд, это не свадебные генералы, это не для красного словца сказано. Да, действительно, я впервые в жизни столкнулся с разными заседаниями, я первый раз был в Государственной Думе, я первый раз был в Белом Доме, мы решали вопрос о образовании музыкальном, специальном музыкальном образовании. Вы знаете, я много раз об этом говорил, потому что в нем было такое пояснение, что профессионально дети могут заниматься только с 12 лет, что абсолютно неправильно и на корню убивает нашу русскую, великую русскую исполнительскую школу. Пришлось объяснять, ходить в Министерство образования людям, потому что многие, кто составлял эти стандарты, просто не понимают внутренней кухни, когда все азы, все каноны закладываются с самого детства, в пятилетнем, шестилетнем возрасте. Вот, поэтому и, конечно же, очень важен назревающий закон о меценатстве, который, на мой взгляд, может служить неким спасением, потому что весь мир пользуется этим законом в любой стране. Россия была всегда славна меценатами, мы это все прекрасно знаем. Меценат – хорошее слово, лучше, чем спонсор. Потому что есть возможность помочь, в первую очередь, в регионах, учреждениям культуры, школам, музеям, библиотекарям. Я очень часто говорю, что, когда мы говорим о героях нашего времени, я сразу называю это учителя музыкальных школ, простых школ, музейщики, библиотекари. Это люди, которые, ну, действительно, по-другому их не назовешь. В следующем году Совет, возможно, собирается предпринять какие-то конкретные шаги для улучшения все-таки условий их жизни? Безусловно, у нас есть рабочие группы. Теперь эти рабочие группы прикреплены к департаментам Министерства культуры, поэтому сейчас будет, скажем так, надзор над этими рабочими группами будет очень, так сказать, тщательный, потому что раньше, в общем-то, были такие рабочие группы, которые даже ни разу не собирались. Понятно, что у всех огромное количество работы, но, тем не менее, если уж рабочая группа создана, значит, она должна собираться и, конечно, она должна советовать и решать какие-то очень важные вопросы. А вы, как председатель, будете этому способствовать в 2014 году? Безусловно, конечно. Вот конкретно какие действия могут быть предприняты, чтобы контролировать эти рабочие группы? Или все-таки они должны оставаться в свободном плавании? Ну, вы знаете, все-таки это общественный совет, все-таки это люди от всего сердца. Это же, так сказать, такая миссия, на мой взгляд, очень важная для нашей культуры. Никто давить не собирается, но все прекрасно понимают, что у нас очень мало времени. Тем более и год культуры, и сам Бог велел решать очень важные, насущные вопросы. И в той же системе образования, и законы меценатства, и, в общем, там у нас целые-целые, там, 20 пунктов, которые очень важны. Вот если говорить о меценатстве, вот скажем, простой пример. Одна известная японская фирма хочет подарить несколько инструментов фортепиано, роялей больших, музыкальной школе. Но для того, чтобы музыкальная школа получила их, они должны платить за разные растаможки и какие-то такие еще разные пошлины. То есть они не в состоянии даже принять эти рояли, а им дают в дар знаменитой японской фирмы. Я просто, так сказать, сделал эту акцию, чтобы эти знаменитые рояли оказались в одной знаменитой школе. Но пока они там не оказались, потому что это очень сложно технически. Если говорить о музыкальных школах, простых музыкальных школах, то с этого года они стали бесплатными. Тоже палка о двух концах, вы знаете, потому что я помню, за меня родители в детстве платили 23 рубля в советские времена. Это были немалые деньги. Понятно, что сейчас 700-800 рублей, по-моему, была плата за обучение, но тем не менее, эти небольшие деньги служили на ремонт инструментов, на ремонт здания, на, скажем, отправление музыкантов на международные конкурсы и так далее. С другой стороны, понятно, что не все могут позволить заплатить деньги за обучение ребенка, хотя в советское время все-таки была потрясающая традиция отдавать ребенка в музыкальную школу, а дома у тебя всегда стояла пианино. Практически в каждой семье. Если даже ребенок не вырастал выдающимся музыкантом, все равно он говорил на другом языке после этого, у него раскрывалось другое полушарие, он обогащался духовно. И вообще, если говорить об уроках в общеобразовательных школах, теперь, вы знаете, уроки музыки на усмотрение директора школы, вот по новым стандартам. То есть, если директору нравится музыка, он поставит, если не нравится, он может поставить физкультуру. А как можно это контролировать? И вы знаете, здесь нужно собираться, во-первых, обязательно ходить и объяснять нашим чиновникам то, что вот такие вещи, они неправильны. Потому что, скажем, уроки музыки наравне с русским языком и литературой являются основными канонами, которые закладываются в самом детстве. Понимаете, когда речь идет о талантливых детях, я всегда говорю, что ребенок вообще не должен заниматься по 10 часов, он должен быть разносторонним, он должен ходить в театр, он должен ходить в кино, он должен читать книги, он должен заниматься спортом, без этого никуда. Я с детства всегда, до 15 лет, я бредил хоккеем, футболом, я был разносторонний человек. И это, на мой взгляд, это правильно. Это спасибо моим родителям, которые, в общем-то, воспитали меня так и, по большому счету, не мешали. Если говорить вообще об итогах прошлого года, конечно, помимо фестивальной деятельности, которые у меня уже аж 10 фестивалей, в основном в России, но также во Франции, в Ан-Си, французский город, который за 3 года мы сделали, на мой взгляд, очень мощный фестиваль. Мне дорог, конечно, в первую очередь мой первый фестиваль в моем родном городе Иркутске, звезды на Байкале. И фестиваль Крещенда, которому в этом году 10 лет уже так все быстро пробежало. И то, что мы задумывали с Давидом Смельянским, 10 лет назад, в общем-то, это состоялось. Потому что у нас есть уникальная команда фантастических молодых музыкантов, которые в свое время уехали за границу, и о них просто здесь забыли. И был такой слух, что вообще русская исполнительская школа чуть ли не умерла. И это абсолютно неправда. И за эти 10 лет те неизвестные молодые музыканты, которые больше были известны за границей, стали очень известными здесь и гастролируют по нашей стране. И является основной костяк этих крещендовцев. Это филармоническая афиша нашей страны. И также ряд региональных фестивалей, которые, на мой взгляд, очень важны. И публика, которая находится там, а это Оренбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Казань, Красноярск. Казань, фестиваль, который называется Денис Мацуев «У друзей». «У друзей», я имею в виду Александра Сладковского и потрясающего оркестра Татарстана, который за эти два года просто вошел в элиту наших уникальных симфонических оркестров и доказал то, что оркестр такого уровня может быть не только в Москве и Петербурге. Мы немножко забываем о провинции, мы забываем о регионах, потому что, на мой взгляд, некоторые акценты нужно переносить туда. А вот вы как раз упомянули регионы. Скажите, пожалуйста, Общественный совет планирует в 2014 году делать какие-то конкретные шаги на пути развития регионов, провинции? Безусловно. Я так понимаю, вопрос стоит остро. В первую очередь нужно дать понять разными абсолютно шагами, скажем, проведение крупных фестивалей. Скажем, пасхальный фестиваль Валерия Гергиева, который охватывает за каждый фестиваль 30 или 40 городов. Приезд оркестра такого уровня – это огромный толчок для того, чтобы и ребенок ходил в музыкальную школу, или пел в хоре, или просто публика, которая впервые попала на концерт, она поймет, что классическая музыка – это нечто другое, чем травили последние 20 лет со всех медиа. Настолько отрадно осознавать то, что у нас сейчас залы переполнены, и в зал ходит огромное количество молодежи. Я просто знаю это по себе. В этих регионах, где происходят разные фестивали, мастер-классы и разные концерты классической музыки, доказывает то, что у нас есть просто филармонический бум в нашей стране. Провинция – это не есть второсортность. В провинции живут уникальные люди, которые творят там. И каждый раз, когда я приезжаю, мы отбираем для фонда новые имена прослушивание. У нас происходят лучшие профессора, лучшие педагоги приезжают в эти города, проводят мастер-классы. И каждый раз я просто поражаюсь. Каждый год раскрываются какие-то уникальные искорки молодые. Это настолько приятно осознавать. Вот возвращаясь к вопросу общественного совета. На ваш взгляд, какую все-таки роль общественный совет несет в цепочке принятия решений? В первую очередь это советующий орган. В первую очередь советовать Министерству культуры. Потому что люди внутри этих профессий, внутри проблем. Есть прямая возможность высказаться по этому поводу, собрать рабочую группу. И прийти с этим к министру культуры или в другие ведомства. Благо в разных наших инстанциях работают люди, которым очень близко слово культура. И понимают, что с культуры начинается все. Есть прямая связь с чиновниками, с политиками и с президентом. На совете по культуре при президенте. Это очень важно. Потому что, когда большому руководителю говорит не чиновник, а человек из этого цеха, понимающий проблемы, я думаю, что мы сможем решить очень много проблем. Вы упомянули законопроект о меценатстве. Закон о меценатстве. Существуют какие-то наброски? Да, конечно. Мы собирались на нашем общественном совете. К нам приходила Мария Петровна Максакова. Из Государственной Думы, которая борется за этот закон уже многие-многие годы. Я знаю, что ситуация на очень хорошем пути. Потому что я знаю, что этот закон зрел очень много лет. Но, тем не менее, только сейчас он начинает приобретать конкретные черты. Я не силен в этих терминах. Но я знаю, что сейчас обсуждается вопрос о том, кто будет давать эти пожертвования, скажем так. Либо частное лицо, либо организации. И какой будет процент налогового послабления. Потому что это же основная задача. Ну, конечно, все идет по зову сердца. Но, тем не менее, должны быть налоговые годы. Я приведу простой пример американский. И, знаете, во время кризиса, в последние годы, были на грани исчезновения великие американские оркестры. Такой, как Филадельфийский оркестр, с которым делал все свои великие записи Сергея Васильевича Рахманинов. Либо Цинциннати, блестящий оркестр, один из самых лучших в Америке. Его спасла правнучка, основатель компании Проктер и Гэмбл. И 102 года она едет на колясочке, ее привозят на каждый из концертов. Она в полном здравии. Так вот, эта бабушка пожертвовала этому оркестру 95 миллионов долларов. Но не просто пожертвовала. Она расписала каждый доллар на несколько лет вперед, кому это должно достаться. 2014 год объявлен Годом культуры. На ваш взгляд, что в себе несет этот термин? Что значит культ культуры? И будет ли он культурным на самом деле? Потому что события 2013 года, если говорить о кадровой политике, перестановках, скандалах, в том же Большом театре, показало, что внутри мира культуры ее не так много. Я с вами, кстати, не согласен. Потому что на поверхность в медиа вылезают какие-то вещи, которые, безусловно, существуют. Но я бы не стал эти вещи ставить в голову, так сказать, возносить и говорить, что это происходит только это. Потому что я знаю, что происходит у нас в регионах. Понимаете, мы все равно останавливаемся на Москве и Петербурге. Да, без конфликтов не происходит. И, безусловно, в этом году были, в 2013 году были разные, так сказать, негативные вещи. Но, поверьте мне, я провожу до, наверное, 50-60 концертов по нашей стране. Я могу говорить о таких уникальных, так сказать, тенденциях, которые происходят в нашей культуре. А именно то, что публика ходит в залы, публика ходит в музеи, публика ходит в театры, переполненные залы. Людям нужен этот свежий воздух, понимаете? Потому что культура несет абсолютно нравственный и обогащающий такой импульс для нашего потрясающего народа, для наикультурнейшей нации в мире. Поговорим о животрепещущей и многобольной теме лично для вас. Это Синар Беларахманинова и вопрос о ее покупке. Истек срок поручения президента о рассмотрении вопроса покупки этого имения. Скажите, пожалуйста, как на сегодняшний день, как обстоят ситуации? Водникла ситуация. Вы знаете, что фонд обратился к нашему президенту. Я на совете тоже это озвучил. Президент дал поручение. Сейчас идут переговоры с родственниками Рахманинова, потому что их достаточно много. Идет новая переоценочная комиссия СОДБИС. Это было требование родственников? Да. В течение этого месяца, надеюсь, эти оценки закончатся и уже перейдут непосредственно к процедуре покупатель, продавец и так далее. Самое главное, наша задача сохранить это в целостности и сохранности, чтобы, не дай бог, это пошло с молотка, чтобы, не дай бог, это пошло, как говорят, в розницу, по-моему. Потому что это уникальное произведение искусства, которое ни одна бумажка не должна оттуда уйти. Надеюсь, в течение полутора месяцев уже можно будет говорить о каких-то конкретных вещах. Поэтому мы держим кулаки. Вы очень много времени уделяете благотворительности. В 2013 году сбор средств в помощь пострадавшим от наводнения в Приморье составило 4 миллиона рублей. Больше. Больше. Возможно, вы уточните? Да, около 5 миллионов. И на этом я не хочу заканчивать, потому что сразу, буквально вот сейчас, сразу после Нового года я еду и в Комсомольск на Амуре, и в Хабаровск сыграть. Именно там благотворительные концерты я с собой везу олимпийскую форму, которую мы будем дарить пострадавшим. И, конечно же, абсолютно бесплатный концерт, который я буду давать и в Комсомольск на Амуре, и в Хабаровске. Потому что для меня та трагедия, которая там произошла, меня это очень тронуло. Вы очень занятой человек. Общественный совет, концерты, ваши... Нет, давайте так. Концерты, а потом общественный совет. Безусловно. Я знаю, что ваша концертная деятельность расписана на 3,5 года вперед. Но все же, 2014 год. Какие-то особые события вы увиделите? Безусловно. Я уже некоторых сказал. Это 10-летие фестиваля Крещендо. Это 25-летие новых имен. Это огромное количество концертов от Америки до Японии. Это мои собственные серии в Карнеге-Холле и в парижском зале Плиэль. Это новые пластинки, которые только что сейчас выходят в феврале месяце. Два концерта Чайковского, которые мы записали с Валерием Гергиевым. Безусловно, мои фестивали, которые продолжаются, каждый из них имеет какую-то свою тематическую направленность. И в этом году тоже мы готовим очень много сюрпризов. Скажем, на мой фестиваль «Звезды на Байкале» приезжает знаменитый израильский филармонический оркестр с маэстро Зубен Мэттой. Это будет такой прорыв, потому что этот оркестр, который узнает во всем мире, впервые поедет в наши регионы. Я договорился о том, чтобы он заехал не только в Иркутск, но и в Новосибирск, но и в Екатеринбург. Потому что публика, которая живет там, она должна видеть разные школы и разные стили оркестров. Это к вопросу о развитии регионов. Абсолютно. И вот этот тур, который должен состояться, должен быть таким прорывом в этом отношении. И оттуда я поеду прямо на Олимпиаду. И я не скрываю, что я перенес свои концерты, которые были в период Олимпиады. Я никогда не отменяю концертов, я прошу перенести. Слава Богу, удалось, и я буду очень активно участвовать в внутренней Олимпиаде, как на сцене, так и на трибуне, срывать голос. Спасибо вам большое за интервью. Мы желаем вам удачи. Спасибо. С Новым годом всех вас. Новым годом